Говорит Спортрупор! И сегодня мы поговорим о закрытии магазинов Декатлон. Погнали! Итак, события стремительно меняются друг за другом и просто велосипедный рынок не может обойти стороной новость о приостановке работы магазинов Декатлон. Новость пришла от 29 марта о том, что все 57 магазинов Декатлон на территории России, а также интернет-магазины, закроются вот-вот. Правда, точной даты нет. Но многие объективно задались вопросом, что французский президент рекомендовал своим компаниям не закрываться на территории России. И именно поэтому многие французские магазины продолжают работать, такие как Ашан, Леруа Мерлен и тот же Декатлон. И, кстати, все эти магазины принадлежат одной очень богатой французской семье Мюлье. Но вот постепенно начинает появляться информация о том, что некоторые французские компании все же приостанавливают свою деятельность. Например, та же компания Рено. И теперь уже к ней присоединился тот же Декатлон. И вот давайте разбираться, насколько это серьезно, правда ли оно или нет. И обязательно подписывайтесь на все каналы Спортруппера, это очень важная поддержка на данный момент для канала. Я уже делал как-то отдельное видео и сейчас предлагаю вам посмотреть на этот бренд с другой стороны. Декатлон — это сеть спортивных магазинов, которая продает просто широчайший ассортимент тех же спортивных товаров. Причем компания именно фокусируется на собственных брендах, то есть они разрабатывают, производят и так далее собственные марки. И на самом деле я могу сказать то, что они очень серьезно в этом преуспели. Продукция у Декатлона вполне себе качественная и проработанная. Но главной фишкой, конечно же, является цена, которая гораздо ниже, чем у брендовых конкурентов. Причем самыми привлекательными товарами в велосипедном направлении, на мой взгляд, являются одежда, аксессуары, шлемы и так далее. Они просто офигенные за свои деньги. Декатлон по внутренней продуктовой механике имеет следующие продуктовые сегменты. Первое — это свой бренд, который производится за рубежом. Второе — это свой бренд, который производится на локальном рынке, то есть в стране, где продается этот товар. И третье — это сторонние бренды, которые закупаются у локальных поставщиков. И вот из этого списка вас наверняка заинтересовал сегмент насчет локального производства, но давайте сначала обсудим те бренды, которые производятся за рубежом. Дело в том, что компания имеет очень большое количество разных производств на территории всей нашей планеты. Причем, если вы посмотрите на бирки разных продуктов, то вы там увидите просто, я не знаю, атлас или географический справочник. И все эти товары стекаются с разных уголков мира на рынок, на котором, собственно говоря, они будут продаваться. Это в большей степени касается позиций, которые довольно сложно локализовать. Например, та же обувь. Обувь требует очень большой объем продаж, чтобы локализация производства обуви была экономически обоснована. С локальным производством здесь все гораздо более интересно. Дело в том, что когда компания понимает, что мы перешли тот самый рубеж, когда локализация производства становится выгодной, они начинают искать варианты, как это сделать с минимальными затратами. И это в какой-то момент коснулось и тех же велосипедов, которые практически все собираются на территории России. Да, практически все бренды под названием Rockrider, Bitwin, Ellops и так далее собираются на российском пермском заводе под названием Forward, под пристальным вниманием сотрудников Декатлона. То есть, грубо говоря, на заводе Forward сидит сотрудник Декатлона, который, собственно говоря, и проверяет качество готовой партии. Но тут есть тоже особенность, которая связана с той же логистикой, а речь идет о комплектующих. Дело в том, что компания Forward не берет свои комплектующие, которые они закупают под свои нужды, и не производят из них велосипеды Декатлона. А сам Декатлон со всех уголков мира тянет комплектующие на завод Forward. То есть, чтобы собрать одну партию велосипедов на завод Forward от компании Декатлон, должно прийти с 20 стран мира разного рода комплектующие. А вот третьей товарной группой являются сторонние бренды. И на самом деле с этим все достаточно просто. Если локальный рынок Декатлона видит потребность в какой-то товарной группе, то они имеют право по согласованию наверняка со штаб-квартиры закрыть этот сегмент сторонним брендом. Например, у Декатлона в сегменте плавания есть бренд начального сегмента, но когда речь идет о среднем и высших сегментах, то они уже используют сторонний бренд под названием Спида. И вы меня спросите, а зачем такая огромная телега для того, чтобы рассказать новость о закрытии магазинов Декатлон? Ребят, именно понимание того, насколько Декатлон сложен с точки зрения логистики, и является ответом на этот вопрос. Из-за кризиса большинство процессов, которые связаны с платежами, размещением заказов и, главным образом, с логистикой, были нарушены. Причем именно логистика из-за бана таких больших логистических компаний, как, например, Майерск, очень сильно бьет по той же компании Декатлон, которая не может доставить продукты, комплектующие и так далее, с разных уголков мира в срок, чтобы они могли эффективно продаваться. То есть еще раз вернемся к примеру с велосипедами. Чтобы произвести одну партию велосипедов, нужны комплектующие с 20 стран мира. Если какая-нибудь одна сторона заглохнет с точки зрения логистики, то получается, вся партия идет под откос. И с Декатлоном сейчас следующая история, что несмотря на объявление о том, что все магазины закрываются, они все равно продолжают работать. Но каждый магазин работает ровно до того момента, пока, а, есть продажи, второе, не закончится товар. То есть магазины будут закрываться каскадом один за другим и нету какой-то определенной четкой даты. Но, возможно, сам Декатлон рано или поздно решит эти логистические проблемы и вновь магазины будут работать, как и раньше. И поверьте, французы равным счетом, как и американцы, практически всегда думают о бабках. Тут такой расчет. Кстати, насчет бабок. Декатлоне сейчас есть достаточно два интересных и выгодных предложения, пока магазины не закрыты. Первое, что при покупке одного велосипеда на второй велосипед у вас будет 30% скидка. Это особо актуально для тех, кто хочет, например, купить велосипед себе и девушке. Или, например, себе и ребенку. То есть вы реально экономите свой бюджет. И второе предложение, это при покупке велосипеда вы получаете скидку на шлем 50%. Это, я считаю, тоже актуальное предложение, потому что сейчас шлемы стоят дорого, а без шлемов я вам очень настоятельно рекомендую не кататься. Поверьте, ваше здоровье гораздо дороже и главным образом важнее, поэтому катайтесь в шлемах. Вот такой вот экскурс получился по магазинам Декатлон на территории России. И обязательно подписывайтесь на все каналы Спортруппор. То есть это YouTube, Telegram и ВКонтакте. Причем ВКонтакте я вам расскажу по чесноку. Я выставляю видео немного раньше, чем на YouTube. И, ребят, а с вами был Спортруппор. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok